Добрый день дорогие друзья, понедельник у нас прямой эфир 6.5.10.9.9.6 Сегодня у нас должна быть очень интересная передача, огромное количество женщин приходит на биржу Это девушки, женщины, мамы, даже в большей степени чем папы Поэтому сегодняшняя гость, она на самом деле нам попробует рассказать все-таки, что ее привлекает на бирже, чем ей она нравится И мы посмотрим на трейдинг с точки зрения девушки У нас в гостях сегодня Анна Снопова, которая независимый трейдер, торгует на свои Анечка, добрый день Здравствуйте Дорогие друзья, еще раз у нас прямой эфир 6.5.10.9.9.6 И на финам.фм задавайте нам вопросы, мы будем их отвечать в прямом эфире Ну, Ань, в первую очередь у нас обычно вопрос ко всем нашим приходящим гостям Образование и что ты делала до того, как пришла в трейдинг Ясно, так, ну, закончила я университет в Нижнем Новгороде Я специалист по связи с общественностью Биржу я начала интересоваться еще, когда училась в институте Помню, где-то курсы на втором или на третьем Я записалась на семинар по Форексу Был бесплатный семинар, там выдавали литературу, мне это заинтересовало Но тогда не было средств на то, чтобы пройти платные семинары Поэтому как-то все сошло на нет И где-то к концу института уже начала работать И смогла себе позволить платный семинар Это было уже другой компанией, но тоже на Форексе Собственно, стоило, по-моему, 4 или 5 тысяч И там дело было в том, что ты приходишь, обучаешься И эти деньги идут тебе на счет Вот По-честному Ну да, по-честному, но дело в том, что обучали там, так сказать, азам Там не давали никакой конкретной стратегии Там говорили в общем И даже на практических занятиях Максимум, чему учили, это торговля в метатрейдинге Там, начертите скользящую среднюю И все такое То есть после того, как я вышла оттуда Я сама начала набивать себе шишки Вот Изначально я хотела, как бы сказать, просто узнать, что это за рынок Поэтому особо не стремилась заработать денег Я по чуть-чуть там заходила, посмотрю, что, как Поэтому очень медленно я сливала депозит Месяц за месяцем То есть, допустим, 4 тысячи слила То есть первый депозит это был там 4 тысячи рублей Да, 4 тысячи слила, зарплату еще раз 4 тысячи закинула И пробуешь заново Вот Потом я после института переехала в Москву Начала работать И опять-таки подумала о бирже Купила себе, помню, учебник Александра Элдера Тоже читала его теории Там, по-моему, тройное окно называлось его теорией Система тройного окна Да, тоже стало интересно как раз Начала выстраивать стратегию Вот как раз оттуда мне и понравилось Сначала то, что там нужно смотреть на разных таймфреймах Куда идет тренд Вот После этого я подумала, что нужно уже искать преподавателя Потому что на книгах многому не научишься Вот Начала искать на форумах, в интернете лазить И, собственно, нашла человека, который занимается инвестированием Он был как бы инвестиционным консультантом Он формировал портфели для своих клиентов Долгосрочные Да, и там от акций, облигаций заканчивая покупкой недвижимости в Лондоне, допустим То есть всем занимался Но также торговал на рынке Поговорили немного о его стратегии О том, что там положена динамика Я спросила, обучает ли он этому Он сказал то, что времени непосредственно обучать с него нет Но если дистанционно, то пожалуйста Там через скайп, онлайн Вот Ну, я согласилась Стоило это 20 тысяч То есть он мне прислал материалы Я изучала, делала домашнюю работу Он проверял Если какие-то вопросы, меня консультировал Ну, какие плюсы Он прислал мне очень много информации Начиная от того, как работают все индикаторы на рынке По каким схемам По какие формулы нужны Как рассчитать теорию вероятности Я изучала где-то, ну, около полугода весь этот материал А сколько вот в эти 20 тысяч рублей, что входило? Ну, непосредственно предоставление материала и консультирование по нему Якобы это помогло бы мне самой торговать на бирже А, допустим, количество встреч там на скайпе Оно было ограничено, не ограничено? Нет, он всегда отвечал То есть ты могла ему писать в любое время? Я писал в любое время, по любому даже мелкому вопросу Всегда отвечал Ну, в принципе, основным общением было имейл То есть по скайпу редко Ну, и где-то после 6 месяцев обучения Когда я выучила все эти формулы И работы индикаторов Я попробовала торговать на бирже На какой? На какой? Я также на Форексе Метатрейдер Вот, и также У меня просто пухла голова от объема информации Одни там индикаторы давали один сигнал Другие его провергали И ясно дело, у меня ничего не получилось На что мы с ним попереписывались Он мне после этого посоветовал И сошло на нет постепенно Ну, понятно Ты от него устал, а он устал от тебя Ну, скорее, он устал от того, что я к нему пристаю постоянно С вопросами и требованиями Ну, не требованиями, просто вопросами Ясностями Вот, и тогда я уже начала искать другой вариант Вот, и в интернете на какой-то ссылке Я наткнулась на вашу страницу Почитала вашу биографию Меня заинтересовало Я и начала искать семинары различные Там на ютубе выложена парочка семинаров Там гораздо больше, чем парочку, да Ну вот, да, я прослушала В принципе, очень адекватно, интересная информация Почитала отзывы Очень много положительных отзывов Что меня очень, как бы сказать, удивило Потому что обычно там бывают негативные моменты Ну, негативные моменты есть у всех Да, но почему-то вот именно о ваших саниминарах Очень хорошо отзывались И поэтому я решила попробовать И в мае 2012 года пришла к вам на семинар Вот, и, ну, в принципе, семинар дал мне очень много Мне очень понравилось И было очень интересно Да, о семинаре не надо рассказывать Сейчас скажут, что это опять реклама Реклама семинара Ладно После семинара Просто на самом деле Когда мы сегодня будем вести нашу передачу Я хочу, чтобы ты людям рассказала Ты уже начала проводить очень хорошую параллель Параллель, которую ты начала проводить Ты даже не заметила Это параллель между объемом информации И, наоборот, отсутствием информации То есть на самом деле Я хочу как раз, чтобы ты именно ты Человек, которая сначала была загружена Огромным количеством информации Осцилляторами, индикаторами, аллигаторами И потом перешла на более простые условия работы Что тебе дало, что тебе забрало И как тебе помогло Или наоборот навредило Да, ну, первое время, конечно, было очень тяжело Не обращать на это внимание Все равно как-то косилось на индикаторы Вот Новости старалась отслеживать Но это абсолютно никакого результата Это только мешает Это я действительно поняла Даже просматривая свою статистику Когда я, допустим, две недели торговала Смотря на новости И абсолютно не смотря на них Ну да, и ты мне первое время Когда даже присылала Свои заметки Ты очень хорошо, кстати, оформляешь Вот этот дневник сделок свой У тебя на самом деле очень здорово То там видно там новости Италии А потом последние вот сделки Которые ты уже присылал Где у тебя действительно кривая уже пошла вверх Там твои доходности за последний месяц За декабрь месяц Там, да, январский я не видел То у тебя действительно на самом деле Не написано уже там новости по Италии Новости по Испании То есть ты потихонечку Хлам из своей головы вытаскиваешь Да, я вообще перестала читать аналитику Это только вредит Даже читала где-то, что Аналитики ошибаются на 75% случаев Вот, поэтому Даже ты столько не ошибаешься, да? Ну да Ну вот, поэтому Только чисто материал по семинару Абсолютно никакой другой информации Первое время Прям насильно пыталась что-то искать Мне казалось, что этого мало Уже привыкла То, что везде нужно большой объем информации Куча сигналов, которые должны подтверждать Нет, это абсолютно не нужно Это только мешает Сама убедилась в этом Только чисто по делу Чисто по стратегии Нужно выработать свою стратегию И исследовать А ты сейчас работаешь и трейдинг Или только трейдинг? Только трейдинг То есть ты не работаешь? Я пыталась работать Но трейдинг для меня в перспективе И даже то, что я Там первые 4-5 месяцев У меня была нулевая Ассоциальная динамика Даже иногда я была в минусе Все равно я Ну Старалась подрабатывать Даже, допустим Один раз устроилась На вечернюю подработку Чтобы это не мешало бирже Вот Там, по-моему, нужно было К 5 часам приходить Но иногда Бывало так, что сделки Оставались позже И не хотела их бросать И поэтому пришлось уйти То есть трейдинг для меня Перостепенное значение То есть на самом деле Ты нашла в себе силы Там, благодаря Не имеет значения Я не знаю, кто тебе помогает Там, родители Молодой человек Или еще кто Ты нашла в себе силы Чтобы на самом деле Отказаться от этих земных благ Все-таки ты девочка И прийти именно К такой суровой доходности Как на трейдинге Ну да Я, можно сказать Инвестирую в свое будущее Ну вот Я хочу сейчас Чтобы во второй половинке Мы поговорили с тобой о том Что Сколько ты готова Выделить себе времени Что ты готова Для себя сделать И Когда ты примешь решение Если вдруг не получится Я уверен, что ты В принципе об этом думаешь Но Я на самом деле Не думаю, что у тебя не получится Потому что ты делаешь все В принципе очень правильно Дорогие друзья Вот на эти все вопросы Мы ответим буквально через 30-40 секунд После выхода новостей Звоните нам Пишите нам Мы снова в эфире 6-5-10-9-9-6 У нас прямой эфир В гостях У нас независимый Трейдер Анна Снопова И Сейчас На самом деле Такие Так как девушек Очень много Последнее время приходит Вообще Мы как раз с тобой В переговорной Читали Очень интересный журнал Который У нас Просто сегодня Как раз Именно Передача О тебе О девушках Но на самом деле Ты видел Что женщины На самом деле Наступают на пятки Мужчинам Неправильно Ходят на рынок Только из-за каких-то Своих первостепенных страхов Вот Ты Когда пришла на рынок Да Первый раз Допустим Тебя немножко побили Пускай не имеет значения Денежный Потому что К сожалению В жизни Мы всегда платим Несколькими составляющими Либо это деньги Либо это время Либо это деньги И время Ты по сути дела Благо В силу Наверное Своих умственных способностей Не потеряла Там какое-то Огромное количество денег Да Которое Например Теряет мужчины Там Слив пяти депозитов Там Три депозита Притом Ты В принципе На это не повелась Поэтому Давай поговорим О том Когда ты шла В трейдинг И когда ты Принимала решение Именно остаться В трейдинге Вот Что ты себе Какой ты запас Прочности себе дала Какой запас Времени ты дала Или ты Или твоя семья Кто тебе помогает Понятно Так Ну изначально Вообще Это был просто Интерес Я Ну просто Почитаюсь Там Просто попробую Там Просто Ну что получится Пару сделок Сделать Вот А серьезно Я начала к этому Относиться Уже когда Перепривалась в Москву Наверное После занятий Когда приняла Первое решение Заниматься преподавателем Неудачный мой опыт Но тем не менее Я поняла То что я не хочу Извини я тебя перебью Я тебе скажу честно Что Я не думаю Нельзя это назвать Неудачным Опытом Если бы Может не было Этого преподавателя Который Рассказал тебе О громадном количестве Индикаторов Может ты бы По другому Потом воспринимал И все остальное Когда люди говорят Что Это был Неудачный опыт Такого вообще Слова нет Неудачный опыт Любой опыт Он удачный Если он тебе Как бы не стоит Денеги Или здоровья Любой опыт Он на самом деле Удачный Дорогие друзья Сейчас Не буду Перебивать Просто скажу Как говорит у нас Один друг Когда все сидят И выпивают Он всегда говорит Я хочу выпить За самое дорогое Что у меня есть Все говорят За семью Он говорит Нет За детей Нет За что За родителей Тоже нет А за что Я хочу выпить За опыт За мой дорогой опыт Как дорого Он мне Обошелся Ты видишь Сейчас у нас на линии Твоя тезка Анна Анна Здравствуйте Вы в эфире Алло Аня сорвалась Звоните еще раз Пытайтесь Так что Во-первых Первый шаг Который ты сделала Это переезд в Москву Из Нижнего Новгорода Да Ты переезжала сама Да Работы у тебя не было Нет У меня было 10 тысяч карманий И все Как ты решилась На такой шаг Ну я понимала То что в Нижнем Мало что можно поймать И даже не в этом плане Мало возможностей Саморазвития Москва дает Большие возможности Я даже Участливая в институте Уже курсом Второго На третий Для себя решила Что надо перебираться Так что Это было уже Сформированное решение Вот так Не было даже вопросов Стоит Не стоит Стоит И точка У меня были большие планы И только Москва Могла мне помочь Их реализовать И вот Когда ты приехала В Новгород Многие люди Я уверен Которые слушают Сегодня передачу Если может Они девушки Не станут трейдерами То хотя бы Они смогут переехать Из реально Какого-то Маленького города Хотя Нижний Новгород В принципе Город не маленький И не бедный У вас даже свой Сапсан есть А даже из Нигурожской области Ну да Из города Саров Это закрытый Военный городок Ты там передаешь Привет всем Да Всем передаю Поэтому на самом деле За смелость Просто переезда Из маленького города Сколько у вас населения было? 80 тысяч Да Дорогие друзья Увидели Просто там Хотя бы только за это Да Девушка переехала в город Своими силами Вот и пришла в тренинг Ты сказала Неудачный опыт На самом деле Опыт был удачный Однозначно Потому что Чему-то ты все равно научилась Даже научиться Не использовать что-то Ну да Это полезно Это уже научиться Извините что перевела Тебе продолжаю Вот и где-то после этого Полезного опыта Я решила Что все это мое Мне это интересно Потому что я сменила Очень много работ И я никогда не хотела Работать на дядю Делать карьеру В какой-то компании Я просто работала Я так понял Что ты в принципе Работала на хорошей работе Зарабатывала неплохие деньги Ну да Я работала и в банковской сфере И в юридической сфере Но это не мое Я работала ради того Чтобы мне нужны были деньги Для реализации какой-то цели Вот давай теперь Остановимся на фразе Которую все рассказывают Что Как Как Разделить Эту составляющую Мое не мое В плане Прямо Ну ты говоришь Это Я работала в банковской структуре В юридической Это не мое Как Сказать Твое это или не твое У нас же большинство людей Перед тем Как сделать выбор Да В Америке например Когда дети учатся в школе То их берут На различные мероприятия Для того Чтобы они могли посмотреть Там например Как работают адвокаты Как работают медицинские У нас же к сожалению В России такой составляющей нет Очень зря Очень зря Абсолютно верно И человек выходит И он Не знает Что и как делать Да Мне тоже С первого курса На институт Очень положил этот вопрос Потому что я не знала Кем я хочу быть И действительно Такое состояние внутреннего Беспокойства было И наверное Не отпускала До как раз Наверное До ваших курсов После них я За первые Наверное за эти пять лет Просыпаюсь И понимаю Что все как надо Все идет как надо Я движусь правильным путем А то что именно Это то что мне надо Я поняла тогда Когда Первые полгода Абсолютно не зарабатывала Даже больше полугода И не надоело И не было противно И не надоело И мне это нравилось Я каждый день вставала И это делала И готова была Еще полгода не зарабатывать То есть Ну лишь бы добиться Своей цели Это кстати Очень хорошая Составляющая объяснения Которая на самом деле Показывает Что если ты ходишь на работу Бускай на работу В какой-то бизнесе И у тебя не получается Ты не зарабатываешь деньги Но у тебя там По истечении Определенного какого-то срока Нету там Какой-то злости Что ты там отдала Этому все время И тебе не уплатили премию На самом деле Можно и сказать Что это твое Ну да Я еще такой человек Мне нужно во всем Чтобы у меня был запасной вариант То есть Что бы я ни делала Куда бы я ни ходила Где бы я ни работала У меня здесь запасной вариант А по поводу трейдинга Как только я начала заниматься У меня просто нет Запасной варианта Нет пути к отступлению Только вперед Я буду бить шишки Я буду стараться Но я буду трейдером А ну допустим Родители твои знают Чем ты занимаешься Да Конкретно Да Вот в твоем этом маленьком городе 80 тысяч человек Они на самом деле Понимают Что есть что-то такое Откуда они знают об этом Я объясню Рассказала А как ты рассказал Потому что когда я своему отцу Рассказал Что я торгую на рынке Отец подумал Что я стою И продаю Там ананасы Или кокосы Или еще что-то Ну родители Было первое время сомнение То что это все обман И то что Папа мне сказал Нехорошо этим заниматься Обманывать людей Воровать деньги У тех кто не понимает Ну я объяснила Я прямо растолковала Что ты объяснила Что у тебя сначала С самой своровали Я какое-то время Просто жила дома Где-то месяца два И они видели Как я каждый день сижу Торгую И они подходили Спрашивали Говорю Вот смотри Вот тут купил Продал Вот так А чем родители У тебя занимаются Если не секрет Папа у меня Работает в НЕФе То есть Ну разрабатывает Ядерное оружие Для России Господи Боже мой А мама Медицинская сфера Ты передай привет Хотя бы родителям Да я передаю им привет Друзьям Одноклассникам Всем кто меня Услышит И кто тебя знает Да и кто знает Ну и как отец Вообще к этому отнесся В принципе Человек науки Подержал Где всему есть Научное обоснование Видимо увидел Азарт Мое стремление То что я не отступаю Столько времени Как бы сказать Над этим работаю Подержал А ты считаешь Что трейдинг Имеет какой-то Вообще созвучную Созвучную составляющую Со словом там Наука Или предмет Или еще что-то Ну скорее даже Искусство У тебя отец Какое образование имеет Он Естественно выше Там инженер Да 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 Физики или Да да физики Понятно И Как бы сказать Ну к науке Можно к какой-то степени Отнести Но больше наверное К искусству Искусству Овладеть этим искусством Хочется Хочется его понять Чтобы оно тебя Ну не приняло Я даже не знаю Как выразиться точно Наверное Больше к искусству отношу То есть для тебя Это искусство В какой-то степени Ну конечно Если Ну самореализация Она Конечный Вариант у тебя Так же Это зарабатывать деньги Да Но зарабатывать деньги Посредственно того Что мне нравится Я имею ввиду Именно как раз Это труд деятельности Да Ну смотрите Можно к третингу Двояко отнестись Можно с одной стороны Так же Как допустим Я преподаватель Рассчитывал по формулу Для него Это конечно Чистая наука Но когда ты занимаешься теми Демом Которые тебе нравятся И когда ты достигаешь Тебе больше Больше Не знаю Как-то Достигая внутренней гармонии Поэтому может быть Я связываю Ну вот даже сейчас Когда В принципе Мы там В третьей Пятнадцати минутке Поговорим Именно о том Как ты торгуешь Детали Но вот сейчас Даже учитывая то Что ты не зарабатываешь деньги Ну у тебя декабрь был Первым месяцем Когда ты образно Вышла в плюс Не имеет значения сколько Абсолютно не имеет никакого значения Ты вышла в плюс Ты перекрыла Там вот эти маленькие убытки Которые у тебя были Накопились Правильно Правильно говорю Там за пять месяцев И ты вышла в какой-то плюс То есть у тебя сейчас Новая стадия абсолютно Развития будет Вот за этот Промежуток времени Как ты думаешь Вот ты сейчас Гармонируешь с собой или нет Даже учитывая то Что ты не получаешь деньги За свой труд Вот я говорю то Что я Начиная торговать трейдинги Просыпаюсь и утром Понимаю то Что я все делаю правильно Это мое Я занимаюсь тем Что мне нравится Но плевать то Что я сейчас не зарабатываю Ну и что Я буду зарабатывать Я добьюсь этого У тебя Самое интересное Знаешь Ты Одна из немногих Именно студентов Не имеет значения Это мальчики или девочки Которые на Своей статистике Пишет Правильно ты Сделала или нет Я вот смотрю Очень часто Твои сделки И там на самом деле Вот эта сделка Которая ты мне послала Там после нового года На email И там как раз У тебя так и написано Что сделала Все правильно В этом плане Ты большой молодец Потому что Очень часто происходит Ты это видел На семинаре Что делается Когда люди Делают сделки И сделки отрицательные Они начинают Себе выносить мозг В этом плане Что мне как раз Нравится в тебе Что ты как раз Пишешь там Все правильно сделала Вот я видел Там сделка С точки зрения Правильная После этого Не надо говорить А у нас получается Люди Когда значит Говорят я тебя люблю Они начинают Задавать 200 вопросов А там Почему ты меня любишь А почему именно меня И за что ты меня любишь Поэтому я думаю В этом плане Очень правильно У нас есть коротенький вопрос Несколько вопросов Есть минута Здравствуйте Александр и Анна В первую очередь Анна и Александр Это Олеся задает вопрос Анна Какой рынок торгуете В настоящее время Ну и будем говорить По простому И почему Я сейчас торгую На срочном рынке Вот почему Россия Форца Да-да-да Вот Я начинала Я пробовала торговать На РТС Акциями И Дело в том Что то что я могла Заработать на акциях Допустим У меня была прибыль Один к четырем То есть отношение Возможной потери Да-да-да-да Вот И если эту же самую прибыль Перенести на фьючерс Этой акции Я могла больше заработать Ну у тебя просто получается Что и комиссионные меньше Ну и это да Тоже Ценовые затраты По простому Да У тебя комфортно на фьючах? Да Абсолютно Дорогие друзья У нас прямой эфир 6 5 10 9 9 и 6 Очень интересные гости у нас Аня Снопова Трейдер который торгует полгода Сейчас перерыв на новости Еще раз здравствуйте 6 5 10 9 9 и 6 Прямой эфир Звоните Пишите Задавайте вопросы Ань Вот Вопрос Будем на него отвечать Дмитрий Изумский Задает вопрос Приветствую вас Александру Михайловичу и Анну Вопрос Исключая синдром новичка трейдера И трейдера неадеквата Скажите пожалуйста На каком месте для вас капитализация То есть размер торгового счета Думаю вы понимаете Что для того чтобы жить с трейдинга Нужно иметь достаточное средство А все остальные мнения Это просто реклама завлекалого Для новой порции мяса на рынок Ваше мнение Да Я вообще Начала торговать Так скажем Не с самого большого депозита На рынке И конечно же для меня Это имеет значение Я У меня есть определенный план Как Сколько я хочу зарабатывать в месяц Какой процент я хочу достичь Я стремлюсь к этому плану И в будущем Когда я уже достигну этого плана Достигну потолка Я буду ставить новые цели Искать новые средства Чтобы больше зарабатывать Конечно же Заработок должен быть Нравится нравится Но заработок Само собой Жить на что-то надо Мы в принципе так и не ответили В предыдущей 12 минутке Или я ушел от ответа Или забыл задать вопрос По поводу того Сколько времени Ты себе выделила На становление Когда Либо ты себе говоришь Я делаю это Либо Делаешь что-то другое Я себе изначально поставила цель год То есть Это тот период За который Не страшно Если у меня не будет Никакой положительной динамики Я всего лишь учусь Учусь на своих ошибках Через год Если бы не было никаких результатов Я бы наверное Пересмотрела про свою стратегию Возможно Пришла бы Проконсультироваться к вам То есть Искала другие пути решения Этой проблемы Но точно бы не отступила Продолжала бы двигаться Просто искала бы другие пути решения То есть Ты все равно По сути дела Тупо По простому Знаешь что у тебя получится Да Раньше или позже Да Я говорю У меня даже нет запасного варианта Я точно должна добиться успеха в трейдинге Я их добьюсь Хорошо Ты же общаешься В принципе Ты видишь и на семинарах Да И с мальчиками И с девочками Да Что ты думаешь Под твоей Идеей Что Сепарирует мужчин и женщин В этом бизнесе Что ставит женщинам в плюс И что ставит мужчинам в минус Ну Лично мне кажется Что у женщины Они более как-то Собранные Я слышала то Что у женщины Реже всего Проигрывают Сливают весь депозит Они более собранные Они как-то более ответственные У мужчин есть Вот такое вот Могут они допустим Они более азартные что ли Они могут слить капитал Им хочется больше заработать Как можно больше Лично мне так кажется Ну у мужчин просто есть Этот синдром охотника Ну да Возможно это он и есть А у женщин как-то больше Там она там Думает о бюджете Думает о будущем Допустим для меня Просто непозволительно Слить весь капитал Я не могу себе это позволить У меня четко прописаны риски И я их ни за что не превышу Как бы мне не хотелось Вообще ни за что Нет Ну вот за это время Которое ты пять месяцев торгуешь Неужели ты Ни разу Ничего не нарушала Нет У меня четко прописаны риски И даже есть А нет Ты же понимаешь Ты же видела Какое количество приходит на семинар Ты иногда и второй раз приходишь на семинар Ты видела что приходит на семинар Огромное количество людей Но тем не менее Они нарушают Да Я видела И наверное на этом опыте Я и решила так не делать У меня даже прописаны риски Что если я что-то нарушу И там Я следующий день не торгую Чтобы успокоиться Понять свою ошибку Больше так не делать Это когда у тебя происходит Когда ты теряешь Или когда какой-то другой катаклизм Ну допустим Когда я Три сделки подряд потеряла Я останавливаюсь На торгую И анализирую Почему это произошло А на какой На какой частоте Ты не работаешь Если что происходит В этот день Завтра ты не будешь торговать Допустим У меня определенный стоп Есть там Не больше там Н суммы в день потерять Если я Сколько это сумма Для новичка Ты просто скажи Там тысячу рублей в день Допустим Если я теряю Больше тысячи Как-то Тогда все Я сама себе наказываю Да И в следующий день Не торгую И пытаюсь понять Что мне помешало Какие эмоции Как над ними Возобладать У нас есть звонок В прямом эфире Здравствуйте Игорь Вы в прямом эфире Да Здравствуйте У меня наверное Вопросик такой Совсем Для вас наивный Но Ничего страшного У нас передача Как раз Не для акул Акулам Может наша передача И не супер интересно будет Так что с удовольствием Выслушаем Вот Хотелось бы Тоже Мне заинтересовали Все эти движения Да И хотелось бы Такой вопросик Дать Какую правильную дверь Постучаться С чего бы начать И где бы Это все почитать Ну вот давайте Как раз Анечку И послушаем В этом плане Я думаю Вы можете Оставаться на линии Если у вас Какой-то Параллельный вопрос Ань Вопрос ты понял Молодого человека Игорь зовут Здравствуйте Здравствуйте Я слышал Я слышал рассказ Анны Я как-то ехал В спортзал Даже остановился Не поехал Решил сюда Слушать Нам очень приятно На самом деле Спасибо огромное Результаты в этой сфере Первый раз Второй раз За все время За все 56 передач Позвал только Своих студентов И только Позвал Аню В том случае Потому что Она в январе Мне прислала Свою кривую И есть на что Порадоваться У нее действительно Хорошая кривая Она как бы За декабрь месяц Перекрыла убыток И вышла в плюс Я хотел бы Чтобы она Просто молодежи Рассказала Насколько это тяжело Что нет никакого чуда Вот это я пришла У меня там Стратегия на 50% в месяц Я там порвал рынок И все остальное Я хочу чтобы люди знали На самом деле Насколько это тяжело И сколько человек Потратило сил Денег И возможностей Семинар Тем более у меня Не дешевый Но чтобы она рассказала Что в первую очередь Я могу дать знания Но все остальное К сожалению Вам придется Добиваться Своими собственными силами Ну Тогда следующий вопрос Где-то На сайте Можно почитать Про эти семинары Их Когда они проходят Ой Игорь Вы сейчас вообще Просто подлили каплю в огонь Сейчас я буду думать Что это Вы сейчас У нас засланный казачок Зайдете на Gerchik.ru Зайдете на Gerchik.ru И там все есть Хорошо Договорились Ну как бы Больше нам туда Таких вопросиков нет Почитаю Там будет видно Спасибо Ну я Сразу Игорь Предупреждаю Чтобы и Вот Анна Вас тоже предупредить Что Путь на самом деле Очень тяжелый Вы видите Что все Приходящие сюда Люди Которых Что-то действительно В жизни Получается Они проходят Очень и очень Тяжелую Дорогу Я хочу Чтобы все Люди Которые нас слушают Все наши радиослушатели Посмотрели Посмотрели Наня На примере Насколько девушка Уже потратила Больше года Правильно Получается Суммарно Для того Чтобы только сейчас Образно выйти в ноль Да Она на правильном пути Но Всех предупреждаю Чтобы Не было Не везлись На Вот эти Быстрые Быстрые Легкие деньги Их не будет Да Это так Ну вот Вопрос есть У нас Николай задает вопрос Конкретно тебе Как вы считаете Анна Необходимо ли общаться Быть в трейдерской тусовке Слушать другие мнения Делиться стратегиями Нужно ли быть социальным В этой сфере Или наоборот Стоит надеяться Только на свои знания Великолепный вопрос На самом деле Я скажу только На своем опыте Лично я Практически Ни с какими трейдерами Не общаюсь Есть пара человек Которые С семинара были Вы как бы Познакомились Подружились Да На семинаре познакомились Подружились И всегда переписываемся Но Лично для меня Это не нужно Потому что Мне кажется Это будет избивать У него своя стратегия Он так торгует А если у тебя что-то не получается Ты уже начнешь задуматься Ага У него получается Можешь так попробовать И ты отойдешь Из своей стратегии Лично мне кажется Что это можно Но не особо Стоит прислушиваться К этому Только если Для поддержки Иногда бывает тяжело Когда морально Тебя бьет Ты мне пишешь Ну да Я вам пишу Или приходишь на семинар Да Бывает У меня пару раз Были такие моменты Когда я начала сомневаться И я или перечитываю лекции Или смотрю какие-нибудь Видео в интернете Или прихожу к вам на семинар А скажи мне А что Ты думаешь Может самое страшное С тобой случиться Я имею ввиду В плане трейдинга Самое-самое страшное Ну наверняка Ты знаешь Когда ты садишься У тебя всегда Какие-то мысли Особенно в период Когда не получается Когда получается Ты на коне Ты едешь Все у тебя сзади Или сбоку Или снизу Все хорошо А вот моменты Когда у тебя не получается Ты наверняка же Рисуешься Какие-то страшные картины Такие в темных цветах Что Ты думаешь Может самое страшное Произойти Самое страшное Это наверное Если я потеряю веру Веру в то Что я смогу Потому что Действительно Очень от психологического настроя От эмоций зависит Если ты не веришь Ты будешь сомневаться Ты будешь плохо торговать Ты должен верить Ты должен быть уверенным И даже если тебя Выбрасывает стоп Ты должен спокойно думать Это всего лишь стратегия Это часть стратегии Все хорошо Я все правильно сделал Ну вот Те же родители Ты делишься вообще с ними Там рассказываешь Мама Там я Маленький плюсик вышел Или там Папа у меня получилось Или нет Ну да Делюсь Особенно когда дома торговала Там Да говорила Сейчас же ты в принципе В Москве Работаешь Правильно То есть Ну имеется ввиду Торгуешь Сугубо только торгуешь Да Ну просто когда Допустим Общаемся с мамой Там она спросит Как успехи Я там ей говорю Так обобщенно там Ну да там плюс И там хорошо Там поторговала Ну тебя это заводит Ну конечно Ну конечно приятно Когда у тебя все получается А вот чтобы ты С первой прибыли бы Такой более весомой Такой серьезной Что бы ты не сделала Я знала что вы спросите Этот вопрос Почему Ну не знаю Мне кажется У каждого трейдера Спрашивают Который долго Чему-то Зарабатывается Машина Часы Там отдых Потом все остальное Ну многие люди Которые например Очень там семейные Любят свою маму Купить маме что-то Вот что бы ты Сделал Что ты сделаешь Потому что Ты все равно По-любому настроена На заработок Поэтому что ты сделаешь Ну у меня Да Все будет Немного поиначе Во-первых Я организую Рабочее место То есть Я хорошие мониторы Куплю компьютер Все прям Стол Все отлично Чтобы было идеально Рабочее место Чтобы ничего не отвлекало То есть ты реально поняла Что это все Это твой бизнес И в него надо вкладываться Да Я не отступлю А потом уже Другие блага Я хочу Сфореврать Инвестиционный портфель В дальнейшем Чтобы у меня была база Если вдруг там Бывают трейдинги Период за 100 Или что-то еще Чтобы у меня была база А ты не думаешь Что тебе будет тяжело Объясню тебе почему Ты Например Сейчас у тебя там Ты заточена как трейдер Да Ты краткосрочный трейдер Сегодня буквально На смарт-лабе Опять Начался разговор По поводу коротких стопов Ты же торгуешь С короткими стопами Да У тебя очень короткие стопы Сколько у тебя стоп по РТС Ну 250-300 пунктов 250-300 пунктов И по рубль-доллар Ну где-то около 100 рублей Один лот На один лот Ну вот Ты торгуешь В принципе С очень короткими стопами Нормально у тебя все получается У тебя Статистику уж ты ведешь Да За декабрь Соотношение положительных И отрицальных сделок Ой я точно сейчас сказать Не могу Приблизительно Не смогу сказать 40-60 35-65 45-55 По-моему 30 с чем-то К 60 с чем-то Понятно То есть положительных сделок Где-то образно Там одна треть На две трети отрицательных Ну грубо говоря Понятно Соотношение риска-убытка 4 к 1 Да Между тремя и четырьмя 1 к 3 где-то Минимум 1 к 3 И там Ты декабрь месяц Закончила там Плюс 7 процентов 7-8 процентов Потихонечку Ну да Тогда Все остальные вопросы Такие более тяжелые Мы будем задавать В нашей финальной 12 минутке Дорогие друзья У нас прямой эфир И передача сегодняшняя У нас как раз Девушки в трейдинге А эфир у нас 6-5-10-9-9-6 Звоните Задавайте свои вопросы В гостях у нас Анна Снопова трейдер А мы прервемся На рекламный выпуск Да Еще раз дорогие друзья Добрый вечер 6-5-10-9-9-9-6 У нас прямой эфир Анна Снопова трейдер Независимый в гостях И у нас есть Звонок прямой эфир Алексей Добрый день Алексей Здравствуйте Вы в эфире Да-да Добрый день Да Слушаем вас Скажите пожалуйста Вот Как бы Слушаю вашу передачу Трейдинг для меня Вообще Очень Новое Абсолютно новое Да Веяние Вот И хотел бы Задать вопрос А Как бы Двинуя долю времени Да Нужно отдавать Чтобы Вообще Как бы Понять Начать Там что-то Заработать Или может быть Как вот Подработка Скажем Да Можно использовать А ну Вопрос Давай ты Ответь А потом я Здравствуйте Ну Из личного Опыта своего Я могу сказать То что У меня не получилось Совмещать с работой Я пыталась Я даже Специально нашла Подработку на вечер Не получилось Все равно Ущерба Была для трейдинга Если этим заниматься Это только всерьез Я считаю Что как подработка Не подойдет Да Я тоже Тут с Аней соглашусь Очень тяжело На самом деле Совмещать Можно пробовать Совмещать Если вы инвестор Например Если вы На выходные дни Пытаетесь сформировать Себе портфель Для того Чтобы например Зайти И сидеть там Полгода в нем Три месяца Четыре месяца Но если вы Именно хотите Сочетать Род деятельности Как именно Внутридневная торговля Ответа Однозначно Нет Олеся задает вопрос Анна Считаете ли вы Что женщине Нужно иметь Логический Математический Склад ума Для успешной торговли Нет Абсолютно не считаю Мне кажется Единственное Что нужно Это уметь Забладать над своими эмоциями Если ты контролируешь Тогда да Тридинге нужно Абсолютно спокойно Уметь ко всему относиться А ты считаешь Ты умеешь? Я считаю Что я научилась этому Где-то Около четырех месяцев Мне потребовалось На то Чтобы Возвладать над своими эмоциями В первое время Когда я выигрывала У меня была дикая радость Проигрывала Очень сильно огорчалась Расстраивалась И вот буквально Встав в один прекрасный день Я поняла Что все Мне тоже не колышет Грубо говоря Я спокойно Это реагирую Работа Да Ну что Выбила по стопу Ну и что Это часть системы У меня все прописано Все предусмотрено Вот сейчас ты Я так понял Ты в позиции сидишь Да Какая позиция у тебя? Позиция по фьючерсу РТС Шартовая И по рубль-доллар Фьючерсу Лонговая позиция А сколько у тебя РТС открыт? 162.040 по-моему Вот А рубль-доллар Сейчас помню 30 20 30 0.56 Что ли Если честно Не помню Потому что ходила В спешке Как раз Перед выходом Когда уезжала Как раз Открыла позицию Ну то есть Была модель Ты вошла Да Была модель Очень хорошая Вошла И ушла Ну стоп стоит Конечно Я специально поставила стопы поближе Мало ли что Потому что не могу контролировать Чтобы не вынесло Хорошо Тогда такой вопрос Как ты торгуешь? Стиль торговли И стопы Как ты делаешь там Домашнее задание? Ну С утра я встаю Так как я торгую Всего двумя инструментами Домашнее задание Мое заключается в том Что Ставаясь Анализировать Предыдущую неделю Как я торговала Все свои плюсы Минусы Я всегда Когда анализирую Свои сделки Я пишу В чем минус На что обратить внимание И в конце недели Я все это анализирую Выписываю себе на листочек Вешаю около компьютера И Когда торгую Обращаясь на это внимание Стараюсь не делать Больше таких ошибок Вот А так Я ищу Я захожу во время консолидации Я ищу Хорошую возможность зайти Чтобы был очень узкий стоп Как раз Когда во время консолидации Это дает мне возможность И Конечно же Заходишь ты только в консолидациях Да И конечно же Захожу по тренду Я еще смотрю График индекса S&P Это как бы дополнительный плюс Для этого По тренду Чтобы Не против индекса RTS Если это рубль-доллар Ну и в принципе все Стоп За уровень Ставлю Если например Брать по приоритетам От самого сильного Сигнала До самого слабого Самый сильный сигнал какой? Когда Во-первых Хороший фон То есть Нефть идет в мою сторону Золото идет в мою сторону Азия торгуется в мою сторону Индекс S&P в мою сторону Идет Во-первых Это во-вторых Когда Дневки На фьючерсах Идут в мою сторону Ну и не против рынка Идет по тренду То есть на 5-минутке Тоже должен быть тренд в мою сторону Тогда я спокойно захожу Определенным количеством лотов Которые сейчас я для себя определила Сейчас у тебя по-моему Три контракта Три контракта Фьючерс МРТС И шесть контрактов Рубль-доллар Начинала ты с одного Да я начинала с одного И поднимаю То есть я Если все хорошо Я две недели отрабатываю Если все хорошо Тогда поднимаю еще плюс один лот То есть неделя Если неделя хорошо закончилась То получается Ты в принципе уже делаешь вывод Что можно переходить На следующий уровень Ну да Если себя уверенно чувствую Тогда да Перехожу И у нас как раз был Объем Мы на Влада Объем Ответ Ответили Как раз вопрос Пришел позже Какими объемами Вы торгуете Это три лота То есть например У тебя предельно все просто Да Все в принципе Как мы на семинаре учили Закончила неделю хорошо Переходишь там на четыре лота И то есть Как вот Болезненно или не болезненно Для тебя был переход Вот там с одного лота на два С двух на три Нет не болезненно Потому что это было постепенно И как раз вот у меня есть время Вот эта неделя Я привыкаю И уже Она нужна для того Чтобы не бояться Ты привыкаешь к этому объему Уже не боишься И только тогда Я перехожу Если я чувствую Что я еще не уверена Я потребуется больше А что значит Чувствую себя не уверена Если например Вот закончилась неделя И у тебя плюс Цифра есть плюс Да Но смотрите Когда увеличивается объем Увеличивается и стоп Ты потеряешь уже больше Чем первый раз Ну в рублевом эквиваленте Да Ну да И поэтому Все равно тяжелее Там Ты вчера 500 рублей теряла Сегодня там 1000 допустим Ну грубо говоря Все равно для человека Это морально Как-то По-другому переносится Если Для меня это спокойно переносится Я увеличу объем Отличный ответ Анна Опять Олеся задает вопрос Видно Олеся очень хочет быть трейдером И видно Что-то не получается Поэтому она хочет Чтобы ты отвечала на ее вопросы Олеся задает вопрос Анна Личная жизнь Не мешает трейдингу Не встает вопрос Или-или Нет Абсолютно нет Не мешает А чем молодой человек занимается Если не секрет Он работает в сфере пиар Маркетинг пиар На старой работе На старой работе познакомились Нет Мы познакомились Вместе учились в институте И вместе приехали С Нижнего Новгорода Ну сначала я в Москву переехал Потом он да Понятно А то есть ты его еще притащила Сказала Нечего тебе там да В деревне сидеть Давай приезжай Ну сам понимает То что в Москве Больше возможностей Для развития То есть он абсолютно тебе Как бы не дает хард тайм Да Ты спокойно делаешь свою работу Он занимается своей работой Я своей Ну вот ты вечернюю сессию Уже не торгуешь Нет То есть в 18.45 У тебя заканчивается рабочий день И все нормально Нет Ну если у меня открыта сделка Если я не выбил по стопам Я сама ее не закрываю А то есть ты до вечера будешь сидеть Ну на ночь ты не переносишь Нет Стараюсь не переносить Потому что Сугубо внутри дня А Евгения Видишь девочки Все посыпались Анна Каким характером должен Обладать трейдер И какой характер у вас Ведь женщина трейдер Это довольно специфично Видишь То есть Как в целом Вы можете себя охарактеризовать Напористую Прямую Сильную Вот это просто Какой вопрос И какой идеал мужчины Вы для себя выстроили Какими качествами Должен обладать он То есть Каким характером Должен обладать трейдер Какой характер У тебя лично Как ты себя можешь Охарактеризовать И какой идеал мужчины Ну я считаю, что трейдер может обладать любым характером Самое главное заинтересованность ваша лично в этом деле Настойчивость и уверенность, вера Самое главное это верить, что это для вас, это получится Если ты веришь, ты этого добьешься Я не думаю, что есть характер Единственное, что если человек эмоционально нестабильный, очень тяжело переживает Ну ты эмоционально нестабильная была или нет? Ну я вообще по натуре человек в принципе спокойный Потому что в начале, ты вспомни себя, в самом начале, когда только семинар начинался Ты постоянно за все переживала, как это будет, как то будет Ну ты, я так понял, поломала себя, ты смогла поломать себя Да, я переживала очень сильно, не спорю И даже переживала, когда начинала торговать, когда потери Я тоже очень переживала, прям вставала, когда выигрывала Я прям со стула скакивала, радовалась, да Но нужно себя поломать И я считаю, что если ты заинтересован, ты сможешь себя поломать и утихомирить, чтобы ты спокойно к этому относилась. Просто до автоматизма довести это. Я не думаю, что характер... Давай скажем так. Аня Снопова, насколько робот сегодня? Когда я работаю, я... Нет, мы именно говорим, все, сейчас только трейдинг. Мы не говорим слово «когда». Ты работаешь. Аня Снопова, насколько сегодня робот? 50%, 70%. Я имею в виду в трейдинге. Мы говорим только трейдинг. Ну, процентов, наверное, на 90%. Все равно 10% нужно доработать. 90% это очень круто, очень мало кто вообще может о себе так сказать. Я даю тебе гарантирую. Это какая-то... Это очень крутая запредельная цифра. То есть ты просто сидишь и работаешь по алгоритму. Да, если я чувствую, что какие-то эмоции возобладают, я перестаю торговать, или я не захожу в сделку. То есть все равно приходится тебя ломать. То есть тремя отрицательными днями как бы тебя не убьешь? Нет, я знаю, что это система, это у меня прописанная система. Если вдруг что-то, я сразу перечитываю систему и успокаиваюсь. А, то есть ты какая? Напористая, упрямая, сильная? Ну, скорее целеустремленная. Ну, может быть, еще немного упрямая. А, тогда следующий вопрос. И все-таки вот какой идеал мужчины для тебя? Ну, если твой... Ты же знаешь, например, твой парень, какими качествами он обладает? Это для тебя однозначно идеал. Ну, самое главное качество в мужчине, я считаю, что должно быть поддержка. И это есть в моем молодом человеке, потому что за это время, пока мне не получалось, очень много было сомнений, были периоды отчаяния. С твоей стороны? Да. И он меня действительно поддерживал. И то, что я говорила, типа, может быть, что-то, как-то. Говорю, да нет, там все получится. Даже когда я говорю, ага, я там сегодня там проиграл, я говорю, ну, ничего. То есть, по сути дела, он сейчас работает и помогает тебе? Финансово? Нет, ну, не имею в виду финансово. Он просто помогает тебе, да, поддерживает тебя. Да, да, абсолютно. Мужчина должен заработать деньги, это абсолютно нормально, особенно когда ты с женщиной живешь. Это нормальное явление, тем более ты как бы пытаешься становиться, и тебе там, ну, осталось совсем чуть-чуть для этого рывка. Ну, да, поддержка играет, конечно, очень огромную весомую роль. Если человек нет, трейдер начинающий, у того, кто будет поддерживать, это очень тяжело. Николе нет, очень тяжело. Он только на себя может рассчитывать. Да, но себя все равно очень тяжело переломить. Когда ты в состоянии вот этого перелома, нужна поддержка очень большая. Так как у нас куча вопросов таких была, именно твоих персональных вопросов к тебе, кто ты по гороскопу? Водолей. Это какой месяц? Февраль, 14 февраля, родилась. А, ты родилась в 14. Ну, давайте тогда Аню поздравим с наступающим днем рождения. Все-таки 14 февраля, да, у меня моей сестрой муж тоже родился 14 февраля. Куда поедем на 14 февраля? Куда будут торговать? Что так вот прямо жестко. Ну, это четверг, рабочий день. Ну, это все-таки, это же... Ну, вечером пойдете куда-то? Ну, вечером, да. Может, ты денег заработаешь, сводишь своего молодого членка, скажешь, я сегодня там на день Святого Валентина заработала денюшек и приду. Ну, может быть, посмотрим, как получится. Ну, вот, твоя цель, например, через год. 10 секунд есть. Через год зарабатывать так, чтобы смогла себя обеспечить, развиваться дальше, стремиться к большему, то есть повышать свою планку и уже как-то, ну, начать это относиться как к бизнесу, то есть... Дорогие друзья, Финам.ФМ смотрите на следующий понедельник. Всего вам доброго, хороших недель. Субтитры сделал DimaTorzok